Восстание против большевиков И сегодня мы находимся в гостях у Мирзабекхалу. Он родом из селения Бедюк, который находится между Агульским районом и Курахским. Это Агульское селение. Я впервые в гостях у агульцев, которые депортированы сюда в Кыргызстан. И я хотел спросить у Мирзабекхалу, как много здесь выходцев из Агульского района, а также какие народы еще здесь в депортации проживают в Кыргызстане. Дорогие дагестанцы! Я с большим уважением относился и в детстве, и сейчас, и отношусь. У меня остались тоже родственники в Дагестане. Мы были депортированы в 1936 году. Не мы, а наши прадеды, деды и отцы. Одна из первых депортаций Советского Союза. Из Дагестана, именно. Из Дагестана, с Агульских сел, почти со всех Агульских сел, по несколько семей были депортированы в Кыргызстан. В Кыргызстан депортировали... Вот мы сейчас находимся в бывшем... Бывший совхоз был, Нижнечуйский отделение номер 2. Поселок называется Мирный, вот. Бедюкцы, Речинцы, Худхульцы, Худхульцы, Гякунцы, Упай... Чиракцы, тоже с нашего района. Чиракцы, это, кстати, Даргинцы, которые проживают в Агульском районе. Рядом, вправо, как едешь, в сторону, возле поселка Реча. Да, да, да. Вот. Вот эти... Вот эти вот... Я сейчас всех не буду называть. Почти из всех сел было депортировано в Кыргызстан. Мы попали вот сюда вот. В одно место нас не распределили. Мы были распределены по некоторым селам. По некоторым селам. Вот в Дзяньгидзер... На первое отделение попали тоже и лезгины, и агульцы. В Карломарсе, Карломарсе, и лезгины есть, и агульцы. И немало еще приехали в советское время, тоже осели здесь. А где проживают табасаранцы, даргинцы? Табасаранцы проживают в селхозе Дзяньгидзер на Девятом хуторе. А даргинцы аварцы? Даргинцы, аварцы, тоже этот селхоз бывший Нижнечуйский, а называется поселок Восточный. Вот там они компактно, вот там их как-то расселили, даргинцам и аварцам. Многие аварцы уехали. Да, вернулись назад. Многие. Осталось мало. Но даргинцы в основном осели, им немало еще вернулись, не вернулись, а прибыли с Дагестана и сейчас там проживают. А скажите, чеченцы и ингуши живут здесь? Они тоже были депортированы? Чеченцы и ингуши в основном были депортированы в Казахстан. Казахстан. Но здесь же проживают чеченцы. Здесь сейчас меньшее число были вот в районном центре Сукулук, там проживают чеченцы. Но здесь их мало. В основном они были в Казахстане. Да, вообще. Совершенно верно. А вот вы, Мирзабек Хало, говорили со мной на чистом лизгинском языке. Как вы выучили вообще здесь лизгинский? На каких языках еще вы говорите? Я, ну, лизгинский потихонечку с моего языка уже сходит по одной простой причине, что я, когда говоришь всегда с кем-то, он, как говорится, застревает в мозгах и на языке. Но как вы его выучили? А, выучили? Я вам сейчас скажу, в этом, в Савхуджи Дзенгидзер, в девятом хоторе, жил мой дедушка и бабушка по матери, отец и мать по матери моей. Оттуда мать. И вот я постоянно, как каникулы, ездил туда, и там, среди лизгин, я там научился лизгинскому языку. Машал, вы видите, какая открытость. Да, теперь, значит, их нету, они уехали в Дагестан. Они в Дагестан уехали. А язык остался? Язык, как говорится, остался. Сейчас мне с трудом я разговариваю на лизгинском, а понимать я все понимаю. Машал. Агульский я знаю чисто свой. Машал. Вот. А скажите, пожалуйста, вот вы человек религиозный, вы именно с Бесмиля начали свои слова, но, к сожалению, в Южном Дагестане сегодня низкий уровень религиозности, в том числе, к сожалению, в наших с вами районах. Я сам родом с Курахского района, вы с Агульского. С чем это связано, как вы думаете? Я сейчас могу ответить на этот вопрос, не знаю, это будет удачно или нет. Я прекрасно знаю, что Южда в этом вопросе хромает. Как исправить? Исправить? Исправить. Вот, допустим, вот у нас, вот здесь вот, тоже до некоторого времени Агульцы и лизгины тоже были, как говорится, грубо говоря, в хвосте. Да. Но сейчас дело поправляется. Вы сами видели сейчас, дело поправляется. У нас и Хафисы появились, и Алимы появились. И вообще, и вообще люди уже повернулись лицом к религии. Пошло. Это немаловажно. Но быстро взять, и это не пластинка, раз перевернул, раз перевернул и заиграла. Это какой-то должен был отрезок, будет отрезок времени, но сейчас дело поправляется. И в Дагестане тоже, и в Дагестане тоже такая же ерунда. Хотя, хотя, родоначальники ислама в Дагестане были изгибы. Я поясню, Мирзабек Халу, многие спрашивают, почему так произошло, что сахабы, сподвижники пророка миром и благословений, пришли в земли Южного Дагестана, начали распространение ислама оттуда. Первые ученые Дагестана тоже выходцы с этих районов. Как получилось, что лесгины, огульцы, табасаранцы, сахуры, рутульцы потеряли религию? Дело в том, что Сталин в 30-е годы самые страшные репрессии обрушил именно на Южный Дагестан, чтобы полностью с корнем выкорчевать истребить это все. Именно поэтому большая часть депортированных дагестанцев здесь, в Кыргызстане, это выходцы с Южного Дагестана. Во-вторых, первые случаи разрушения мечетей, минаретов, сожжения Корана, всей религиозной литературы, это именно Южный Дагестан. Сталин поэтапно уничтожал ислам в Дагестане, начал с Южного Дагестана. Когда полностью огнем и мечом прошелся, он повернулся в сторону Аварских, Даргинских, Кумыкских районов. Но к тому времени началась уже Вторая мировая война, и ему уже было не до борьбы с исламом. Поэтому, к сожалению, народы Южного Дагестана оказались на пепелище, на выжженном поле, а народы Северного Дагестана смогли сохранить религию. Но сегодня, благодаря помощи и поддержке наших братьев Аварцев, Даргинцев, Кумыков, мы религию возвращаем. Тут нас уже зовут историю... Да. Т tutorial... Продолжение следует...